Друзья, салют всем! С вами Максим Гурьянов, инструктор по фридайвингу и тренер по плаванию. Записывал уже подобное видео, но в комментариях по-прежнему я вижу много людей, которые по-прежнему либо что-то недосматривают, либо просто невнимательны. И повторяют одни и те же ошибки из нырка в нырок. Поэтому сегодня видео о том, какие наиболее распространенные ошибки встречаются у начинающих фридайверов и подводных охотников. Итак, поехали! Первая ошибка и топ, такой топчик комментариев по этой ошибке, это трубка во рту во время нырка. Во время любого нырка, даже если вы ныряете где-нибудь в Российской Федерации в камышах на мелководье, трубку изо рта мы вынимаем. Почему мы вынимаем трубку изо рта? Для того, чтобы выровнять давление. Необходимо, чтобы у вас во рту была закрытая полость. Закрытая полость ни с чем не сообщающаяся. То есть, если у вас во рту трубка, даже если кто-то писал, что, к примеру, трубку можно зажать языком, то все равно, во-первых, вы напрягаете язык, когда зажимаете трубку. Во-вторых, собственно говоря, это лишнее, если можно просто трубку изо рта вынуть, когда вы ныряете. И еще важный момент. Мышцы лица, которые держат загубник, они работают, они напряжены. Зачем вам во время нырка на задержке дыхания лишние напряженные мышцы? И третье, наверное, самое важное, любую трубку, даже если у вас там мега крутые клапана, эти клапана, они чем-то забиваются, работают плохо, трубка 50 на 50 с водой, с воздухом получается. В общем, при всплытии, если у вас во рту трубка, то вы ее очищаете резким выдохом. Значит, если вы всплыли в каком-то пограничном состоянии, то, естественно, после всплытия трубку придется очистить резким выдохом. Если вы находитесь в каком-то крайнем пограничном состоянии, это действие может привести к потере сознания. Ошибка номер два. Если мы ныряем и у нас есть на голове шлем, то обязательно, обязательно, ребят, под шлемом в ушах должна быть вода. Причем вы должны контролировать, чтобы эта вода там оставалась. То есть, допустим, раз в два, в три нырка, эту воду мы подливаем. Если мы ныряем в теплой воде, то, естественно, проблем нет. Если вы ныряете в ледяной воде, поздняя осень, зима, либо ранняя весна, то можно просто на ваш буй или на буй плотик у подводных охотников. Он такой красивый кораблик у нас по Волге идет. Вот, пардон, отвлекусь, баш такая. То обязательно термос, термос с водичкой, да, с теплой, конечно, не с горячей должен быть. Ни в коем случае в ушах не должно быть тампонов, беруш. Если только, к примеру, есть такие специальные дайверские беруши, там проколота дырочка, то есть, есть сообщение, есть канал сообщения воды и барабанной перепонки. В общем, на ушах должна быть вода, это физика. Если у вас там будет воздух, то если даже вы нырнули не очень глубоко, будет обжатие шлемом, то есть, у вас вот здесь вот в ухе будет образовываться отрицательный вакуум. И это будет сложность с продувкой раз, во-вторых, можно получить очень хорошую гематомку. Вот, и, в общем, в любом нырке, даже если это метр-два, пожалуйста, держите за ушами воду. Это второе. Это второй момент. Это вторая ошибка. Третья ошибка. Положение тела гидродинамика. Это касается всех, всех начинающих нырящиков, будь то люди, занимающиеся чисто нырянием, задержкой дыхания, там, фридайвингом, будь то подводные охотники. Неправильное положение тела, задранная голова, очень сильный прогиб в пояснице создают напряжение. Раз. Второе. Абсолютно неправильную гидродинамику и продвижение под водой. Любое напряжение потребляет ваш драгоценный кислород и, соответственно, сокращает, существенно сокращает ваш нырок. Порой даже делая это небезопасным. Поэтому, ну, по гидродинамике, по положению тела можно вообще устроить отдельный разговор, устроить отдельный стрим и так далее. Но, коротенько, вот так вот. Ошибка номер четыре. Абсолютное непонимание фаз нырка, ну, по-русски, если там сильно не замудряться, когда всплывать. Вот эти ощущения, когда человек не знает, что такое позыв на вдох, не знает, что такое фазы комфорта нырка, фаза дискомфорта, легкого дискомфорта, среднего дискомфорта и так далее, такому человеку нырять достаточно проблематично. Он постоянно находит в состоянии напряжения, да, и от этого ваш нырок очень-очень сильно сокращается. Сокращается. Такие люди не получают удовольствия от нырка, от того, что они делают. Если еще человек и охотится, то он вообще находится в состоянии напряжения, он постоянно на стрёме, то есть он не знает еще, как нырять, а ему еще надо охотиться. В общем, это полное понимание собственных каких-то ощущений, что происходит во мне, как происходит, когда всплывать. Зачем всплывать, я думаю, все знают прекрасно. Ставим, жмем на колокольчик в правом нижнем углу экрана. Алгоритмы YouTube сейчас работают именно так, что если вы не нажмете этот колокольчик, то в вашем фиде или в вашей ленте уведомлений уведомлений новых моих видео не будет. Поэтому жмем на этот колокольчик в правой нижней части экрана. Ставим лайк, если видео зашло. Если не зашло, делаем то же самое. Пишем ваши комментарии по данному вопросу. Кому что еще интересно узнать. С вами был Максим Гурьянов. Увидимся на поверхности и под водой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok